Доброе утро! Это программа «Завтрак с психологом». Меня зовут Алена Февраль. Весна, пора любви и перемен. Многие девушки именно сейчас ждут изменений в своей жизни. Но мало ждать, нужно действовать. О том, как изменить свое будущее, поговорим с психологом Динарой Малановой. Динара, здравствуйте! Доброе утро, Алена! Доброе утро, телезрители! С чего нужно начинать путь к переменам? Путь к переменам начинается с анализа текущей ситуации. Надо четко понимать, что сейчас испытывает моя душа и в каком состоянии она находится. Я это называю процессом внутренней уборки и очищения. Процесс этот болезненный. Лучше начинать весной, когда природа расцветает и помогает своими ресурсами, показывает пример. Начинать надо с очистки, с внутренней уборки, для того, чтобы затем посеять свою душу все теплое, нежное и светлое. Путь к переменам, как известно, всегда сложный. А он всегда настолько какой-то болезненный или есть все-таки какие-то приятные этапы? Есть приятные этапы. Вслед за проделанной болезненной работой следует следующий этап, ибо все очень любят. Это этап любви к себе, это этап заботы о себе, это этап анализа любимых дел. Чаще всего люди с этого и начинают, упуская первый болезненный. Почему многие не добиваются результатов? И именно здесь тоже можно разработать пошаговую инструкцию, с чего начинать. И в первую очередь надо помнить о своем теле, и необходимо помнить о своей душе. То есть наполнять как душу, так и заботиться о теле. И девушки очень любят на этом этапе заботиться о своей внешности. Это тоже очень важно для привлечения любви и новых отношений в свою жизнь. Поэтому прически, макияж, новая одежда, даже новый стиль в одежде всегда приветствуется. Меняет сознание. Да, да. То есть дополнение работы душевной и работы с телом и с внешностью. Это формирует какую-то взаимосвязь между любовью к себе и последующим развитием успешных отношений? Совершенно верно. Что излучаешь, то и привлекаешь. Если ты излучаешь любовь, и в первую очередь любовь к себе, то она появляется в жизни. Динара, а как вы узнаете о результатах своей такой проделанной работы? К вам приходят вот эти счастливые девушки, может быть, уже со своими семьями, а порой и детьми? Иногда я получаю приглашение на свадьбу, и там узнаю о том, что это событие свершило в жизни девушки. А в некоторых случаях мне присылают фотографии по WhatsApp, и я вижу, как их жизнь изменилась к лучшему. Необходимо ли человеку понимать, и какие признаки для этого существуют, что вот не получается отношения гармонично выстраивать самостоятельно, нужна помощь психолога? Помощь психолога нужна однозначно, когда ошибки повторяются. Я это называю бег по граблям. То есть каждые новые отношения заканчиваются одинаково. И если намечается некая тенденция, то без анализа вряд ли получится ее изменить. Динара, вы сказали, что очень важным является некое внешнее преобразование. Неужели без этого невозможно построить гармоничные отношения? Мудрость гласит, в здоровом теле здоровый дух. То есть между душевным и телесным есть прочная связь. Поэтому преобразование включает в себя как и душевные, так и телесные. Я думаю, что ваши рекомендации будут полезны нашим телезрителям. А о том, с чего начать внешние преобразования, мы поговорим со специалистами сети фитнес-клубов «Фиткерс». В здоровом теле здоровый дух. По мнению специалистов, уровень жизненной энергии людей, ведущих спортивный образ жизни, гораздо выше, чем у любителей проводить выходные на диване. Фитнес-инструкторы отмечают, нехватку сил испытывают те, кому, к примеру, недостает мышечной массы. Если такой человек пойдет в спортзал и увеличит норму мышечной массы, это напрямую укрепит его суставы, улучшит кровообращение и улучшит обменные процессы в органах малого таза. Таким образом, этот человек будет гораздо эффективнее и интереснее проводить свои выходные, занимаясь активным отдыхом. А для того, чтобы не просто укрепить здоровье, но и достичь конкретных результатов, важно сочетать занятия спортом и правильное питание. Кроме того, физическая активность позволяет контролировать аппетит. Благодаря тренировкам мозг выделяет больше эндорфинов, и они предохраняют организм от чувства голода. Подробнее о том, с чего начать занятия спортом, как правильно составить свой ежедневный рацион, вам расскажут специалисты сети фитнес-клубов FitCurves. Благодарим за участие в съемках. Бар-ресторан «А5-25». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова